2 апреля, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По этому поводу к нам пришли гости. Директор Международной благотворительной общественной организации «Дети, аутизм, родители» Татьяна Яковлева. Доброе утро. Доброе утро. И партнер проекта «Спорт-инклюзия в плавании» при поддержке и руководстве Александра Герасимени, основатель клуба триатлона Дмитрий Толкачев. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Татьяна, ну, наша встреча, это уже получается традиция. Ваши приходы к нам в гости, на телевидении вообще и в Доброй Ранице, Беларусь. Что между этими встречами? Как вы, чем вы живете? Расскажите. Живем событиями, мероприятиями. Развитие вообще движения как происходит? Да, все очень-очень таки происходит. И как раз благодаря такой хорошей поддержке клуба тристайл, про то, что у наших детей появляется возможность летом более интенсивно заниматься, ближе к лету. У нас уже тренировочный сезон сейчас более активно начинается. И наши дети уже в прошлом году, только год нашему проекту был, уже участвовали вот в международных соревнованиях. Ну здорово, вот мы видим кадры эти, да. Слушайте, только год или уже год, как правильно сказать? Ну, казалось бы, потому что тема такая для Беларуси новая, и все с осторожностью, и мы этот проект реализовывали с осторожностью, и мы говорили, только год, и чего они делают, и как это происходит, и какая энергия такого массовой поддержки. Аутизм – это то, с чем ребенку и его родителям приходится жить всю жизнь, да? Вот так устроено. Насколько современное общество готово? Мне кажется, что оно уже практически готово, потому что меня окружают мамы, у которых детки аутисты. Насколько все общество готово к поддержке таких людей? Дима, вот как вам кажется? Вы же как-то видите это? Ну, вот как раз-таки через спорт, я считаю, и надо привлекать и к этой проблеме общество наше, деток привлекать к спорту. Спорт – одна из составляющих нашей жизни, которая, скажем так, каждый человек, каждый ребенок обязан заниматься спортом. Вот. Дети с аутизмом ничем не отличаются от обычных здоровых детей. И, более того, я скажу, они иногда более талантливые, чем обычно. Более сильные, да? Более сильные, более талантливые. Просто важно найти правильный подход к этим детям. Вот. Поэтому вот то, чем мы занимаемся совместно вот с Татьяной, с проектом «Спорт инклюзия», это вот максимально детям дать возможность заниматься спортом, чувствовать себя такими же, как их сверстники. Так, а чем спорт конкретно может помочь ребенку-аутисту? Вот что? Какая задача ставить? Чем? Социализация, физическое развитие. Конечно, и социализация, и в силу своих особенностей центральная нервная система ребенка, она требует организованности… Это в собственном мире, а тут они раскрываются к миру, да? Это с психологической точки зрения, а с физической точки зрения центральная нервная система становится более стабильна в регулярных занятиях спортом. Дети меняются. Те дети, которые приходят даже месяц-два, они говорят о том, что год – это совсем другие дети. Это очень показательно. Слушайте, даже триатлон, да? Да, вот, Дмитрий, вы же организовываете соревнования и продвигаете триатлон в Беларуси. Но вот вы поддержали этот проект для ребят с аутизмом. Ну вот как? Это потому, что вы добрый, хороший человек, или как? Наверное, это тоже, да. Ну, если есть проблема, соответственно, проблему надо… Разрешать. Разрешать, да. Поэтому одной из возможностей разрешения этой проблемы мы пытаемся сделать через наш проект. Проект очень такой, скажем так, массовый, медийный и так далее. О нем много говорят, много пишут. У нас есть команда лидеров, команда амбассадоров, которая рассказывает про проект. В том числе и два года назад, когда мы начали проект «Минский триатлон», параллельно, скажем так, и организовывалась организация «Спорт-инклюзия». С другой стороны, одни о других рассказывают и все, в общем, делают. То есть мы рассказываем и привлекаем к этой проблеме массовость, общественность и так далее. Кроме того, значит, уже два года, как наша команда амбассадоров перечисляла денежные средства, которые, скажем так, членские взносы за участие на помощь проекту «Спорт-инклюзия». Опять же, денежные средства, которые нужны для обучения, для того, чтобы мы какие-то привлекали новые технологии, методики обучения этих ребят. Ну и непосредственно практическая составляющая. То есть мы проводим тренировки с этими ребятами, видим, как они горят, прогрессируют. Мне самому, как практикующему тренеру, на самом деле, очень интересно с этим работать. Вот это не то, что родители привели, заставили его. Никто никого не заставляет. Татьяна, наверное, может сказать об этом больше. Да. Никто никого не заставляет. Родители сами часто не ожидают. Многие из родителей видят таланты детей, многие не видят, просто приводят для того, чтобы чем-то занять ребенка. Но дети себя очень проявляют. Ну, вы знаете, вот благодаря безложной скромности, скажу и программе «Добрый, Аня Тебе Ложи», вот сегодня, если кто-то еще не знал или не слышал, об этом будут знать все. Потому что самое время. И действительно, это очень рейтинговая утренняя программа, когда все, кто-то чистит зубы, кто-то просыпается, кто-то деток будет. В общем, целая жизнь идет. Поэтому сегодня вы стали еще более знаменитой. И очень хорошо, если это поможет нашим детям. У нас в гостях были директор Международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» Татьяна Яковлева, партнер проекта «Спорт. Инклюзия в плавании» при поддержке и руководстве Александра Герасимени, основатель клуба триатлона Дмитрий Толкачев. Еще раз спасибо большое. Спасибо большое. Действительно, сил вам, успехов. И пусть и средства привлекаются, все пусть будет только для того, чтобы дети наши были здоровы, счастливы. А когда они счастливы, тогда и мы рады. Субтитры сделал DimaTorzok